Сначала я расскажу о фактете, а потом ответим на решение всех ваших вопросов. Раньше я начинал так, как, в общем, наверное, нужно было бы начать, что за факультет, почему терапевт появился еще один биопат, почему математика, все какие-то биологические. Ну, и вот, в каком-то родном общее соображение. А вот я понял, что вас интересует, в общем-то, не столько это, а как доступить на этот момент. Поэтому я сегодня начну с, не так, как обычно, вот эти свои лекции на днях, а просто, что того, как поступают наши факультеты. Сразу скажу, что это очень тяжелое дело. Почему тяжелое? Потому что есть такой показатель, который, вы знаете, он не может быть неправильным. его нельзя подделать, его нельзя получить по блату, там, и так, и так, и так, и так. 42 факультета сейчас в РНГУ. Их можно сравнить по этому критерию. Это проходной балл. Сколько нужно набрать очков, чтобы пройти. Чем больше нужно, тем, естественно, труднее поступить. Так вот, сейчас находится на факультете, который занимает первую позицию в РНГУ. В прошлом году, и это не первый год так, в РНГУ, это так, второй год. Нужно получить, в общем, достаточно фантастический балл. 462 балла из 510 возможных. Это очень высокий балл. И, соответственно, это очень трудная задача поступить. Хотя, с другой стороны, благодаря усилиям нашего замечательного ректора удалось вот эту странную систему ЭГЭ. Я категорически считаю, что она ошибочна. Тем же ясно не достиг этой цели, которая была воздушена. И, в общем, параллельно с этим удалось создать систему поступления на помощь Олимпиад, где, в общем, вы должны появить свою личную сообразительность, культуру, для этой помощи сравнение с баллами. А еще раз подключить на вопросы, раздавать на вопросы, задавать на вопросы, представить на их неделю. И вот там победителей мы обязаны подошли защитлять. Правда, эта система просто не дает. Таким образом, выражающих поздравили. Пожалуйста, что из 30 человек, вообще госдюджет у нас, и те суббедры, которые получают зарплаты, будут в степени и было у нас 30. Из них, культура цельный человек, будут изочислены как победитель цироксийской агентарной клубиологии. И так далее, это финансический экзамен дополнительных возможностей. для нас стало главным цироком. Из 32 целей. Получается, что на открытый конкурс, было внизу всего 9 мест. Исчезающая была увеличена. Учесть, что всего было подано 153 заявления. Из них 9, мы могли бы говорить о товаре. У того возникает вопрос вообще, зачем программу студии? Такая система, как ТОЭСБЕ плюс в нашей главе. Почему не ограничится просто победителя БЛДА? Но это тоже не разрешено. Поэтому, выход здесь только один, это увеличение количества студентов, которые в текущей группы устанавливают. То есть, ведь не 30, а только больше. Оба закона надо исправить. Закон о том, что мы всех принимаем, кто победили. Именно вот на этой единственной Олимпиаде, на самой высокой Олимпиаде, мы уже ограничили полностью вот такую вот систему. То есть, раньше, когда начиналось Олимпийское движение, то еще целый ряд Олимпиад давало возможность поступления. Сейчас мы ограничили только самый трудный, самый, ну, если исключая международный проект Олимпиад. Есть очень большое количество людей, которые побеждают на международных Олимпиадах и тоже имеют вот это право. Поступления без учета людей, без дополнительного экзамена. Поэтому мой совет простой – с умами вцепиться в Олимпиады. Во-первых, это некий тренинг. Ну вот. А во-вторых, это, действительно, в Иране все шансы, которые вы победили, для вас поступить на нашу капитал. Откуда взялись вот эти 510 максимальных баллов? Это четыре раза по 100. Это ЭГЭ, математика, биология, химия, русский язык. И еще 100. Это дополнительные ступеньки, которые проводят МИХМАТ, Московского университета по математике. Это наш выбор. А иметь экзамен по математике, а не по биологии. Были очень большие сомнения о правиле, где мы поступаем. Мы уже несколько лет применяем, нам разрешили. Вначале не было такого, тоже достижения ректора, чтобы добился, дополнительного все-таки, экзамена КВАМ и ЭГЭ. очень важно, что, в общем, кроме вот этого формального критерия ЭГЭ, мы имеем фактический гамбургский счет, когда у нас профессионалы, математики, механики, физические факультеты ГУ. При этом, они не делают разницы между тем, кто идет на ГУХМА, с тем, кто идет на вычислительную математику, энергетику, это два математических факультета ГУ. Или идет на биопарки, или на нашем факультете, или на биопарку, слава богу, у них биология. А вот у нас математика. Я потом скажу о роли математики в подготовке вашей подготовки. Это одна из отличительных черв, больших факультетов, то, что это в какой-то мере покрутим биоматематику, если можно сказать. Хотя биом на первом месте, но математический аспект у нас несомненно больше, серьезней, на первом месте. И вот еще на биопарку. Так, на день 400 баллов на клубе, еще 100 баллов дополнительный экзамен, который проявил их мат, еще не более 3 баллов за школьное сочинение, 5 баллов за аттестанты отличия, и 2 балла за золотые знаки ГТО. Все получается 510 баллов. На проходной странице 2662 из этих процентов. В результате конкурс, формальный конкурс, 153 заявлений, это 5 человек на место. Это примерно тот конкурс, это в целом по МГУ. И без экзаменов было зачислено, представляем, 21 человек, из них я сделал ошибку. 20 полинеза инфян, и один, это особое количество за особые годы. Это сироты и инвалиды. До 10 процентов общего объема мы можем зачислять по этому критерию по МГУ. Ну, такой брус один, и по обочию 21 человек прошли, вышли из, так сказать, тех мест, которые заняли тем местам, которые не участвовали в зачислении на основе ЭГЭ и нашего обязательного. Из этих трехсот, тридцати общего количества, тридцать, было зачислено шестнадцать девушек, четырнадцать денушек, пятнадцать из них из Москвы, семь из Московской области, восемь из регионов, других регионов России, из Сумца, это Калмогоринский интернат, пять человек, но на общих основаниях, никаких баллов дословительных не имеют достаточно хороших баллов, но семнадцать медалистов, средний балл по всем ступеньшим расстрелям был бы девяносто пять. Сверхтого, мы защитили еще двадцать один человек по контракту. Здесь, примерно, такие же характеристики, различие откуда люди. Вот, обращаю ваше внимание, что максимальный балл здесь был четыреста пятьдесят восемь, а минимальный двести пятьдесят шесть. двести пятьдесят шесть, вместо четыреста шестьдесят два. То есть, поступить на договорную форму обучения не сравненно легче. В прошлом году это стоило триста тысяч рублей в год, но тратили чуть более триста десять тысяч рублей в год. И цифры это беремся из общей заплаты на обучение студентов в Московском университете на одного человека, если посчитать, столько стоит государству обучение студентов в Московском университете. И ровная цифра это не произвол МГУ. Я понимаю, что это большая сумма, но тем не менее, тем не менее, такова жизнь. по кредиту у нас нет, да? очень интересное сравнение, и которые участвуют, сравнение проходного балла этого экзамена специального, который не хватает для всех поступающих на те факультеты, которые избрали математику в качестве дополнительного экзамена. Вот сравнить разные факультеты, например, в нашем пути в прошлом году здесь балл был 87-100. Интересно, что сам Мехна имел более низкий балл 84-87. Но правда, если Мехна разделить на математиках и механиках, то у математики здесь у нас два балла выиграли 89-89. В прошлом году мы победили также и участие на математическом отделении Мехна. Далеко позади оказался учитель математики и кибернетики для фундаментальной информатики 74. Чуть лучше стоят прикладная математика и информатика тоже ВМК 83, но все это ниже, чем по математикам Мехна и у нас. Количество студентов. Это тоже интересный вопрос. Это корпорация, в которую мы пытаемся войти. У нас уходы многочисленные. Ну вот, сегодня у нас, с учетом тех, кто уже поступил в 2016 году, 203 студента. 51 человек на первом курсе, 41 на втором, 28 на 30, 29 на 4 и 35 на 5. Ну, есть, например, шестой курс, 19 человек. Вы видите, как падает это количество с номером курса. Это означает, что на нашем факультете не работает правило шутливое, что в МГУ очень трудно поступить, но еще триднее вылететь из этого. Это хорошая поговорка, но, в общем, говорит о том, что МГУ заботится о своих студентах и вообще исключение из университета, за неуспеваемость. Это такая, на самом деле, рана для факультета. И он старается их завещать каким-то образом. Можно пересдавать и так далее, но все равно идет отсыпь. У нас очень трудный факультет. Вы, в общем-то, взяли основные курсы, которые имеете также на геофаке. Некоторые из них осложнены, поскольку они читаются не просто преподавателем, а калифеем в этой области науки. Некоторые из них идут по английски или по русски. Но главное, что помимо вот этих биологических предметов приходится изучать четкую прорубь, я извиняюсь, математики. И это, конечно, сильно осложняет жизнь. До сих пор не решена проблема в разделении факультета на два потока – инженерах и биоинформатике. Казалось бы, само название следует, что культуре и должно быть. Но мы никак не можем на это решиться, потому что специфика нашего факультета стоит в том, что когда вы его кончаете, вы можете сделать окончательную выгу. Тогда, когда вы кончили МГУ. Кем стать биоинженером или биоинформатикой? В чем-то инженеру широко в смысле этого слова. Экспериментальным биологом, скажем так. Либо сосредоточиться на математическом аспекте биологии, а именно на биоинформатике. Если мы разделим эти два направления на первом же курсе или даже на втором, на третьем, то это, конечно, сузит кругозон тех, кто будет выпущен через шесть лет. Ну, чуть забегая вперед, нас, конечно, интересует, куда же деваются эти все люди, которые окончают наш второй факультет. И вот, по слову, нашему факультету будет 15 лет, поэтому у нас есть достаточно большие выпуски. Мы можем сказать, что большинство из них уходят из правду сразу после окончания. И вот на сегодня на факультете учатся 53 аспиранта. 53 на общее количество студентов, 200 с небольшим. То есть, например, четверть – это аспиранта. И вот интересная статистика по годам. Когда мы образовались, то набор 2002 года был 39 студентов. Так, раньше у нас было всего 25 госбюджетных лет, потом это повысили до 32. А тут, значит, мы больше 25. До 39 остальное – это контракт. А окончили 30, то 9 человек было отсев. В следующем году поступило уже 44 человека. А окончило через 5 лет те же 30. Треть – это максимальный отсев. Вот я сейчас буду говорить не о цехе. Поступило и слово окончило. 48 – кончило 42. Вот в этом четвертом выпуске четвертого год был очень сильный. И там почти не было. Вообще это очень сильная фрактура еще компонента. Я был починирован от сева. То же самое было в 5-м году. 56 поступило и 49 из них кончило. А вот затем в 6-м году по какой-то арктурации поступило примерно сколько же? 152 – кончило 32. 20 человек. Чуть не управляет. Вот оказалось подсево. 36 – в следующем году 24 кончило. 38 – и 34 кончило. Вот опять небольшой отсев. Ну и дальше последние два года. Это 30 поступило, 26 кончило. Все замечательно. Зато в следующем году 34 поступило, то и не больше. А кончило меньше 24. Ну, короче говоря, это я к тому, что жизнь на факультете для вас не будет проволокой. Вам придется тяжело и упорно работать. Причем довольно неожиданной траектории, понимаете. Вы идете, но все-таки на биофак, это наше знание. Вы биологический факультет, а мы математический. Тем не менее, на первых, особенно курсах, огромное массовое время у вас будут заниматься по симметрическим предметам. Причем некоторые из них вам уже не потребуются. И вот тут сказать, ничего нельзя сделать с этим. Замечательный русский биолог Бауэр в 30-е годы сказал, что каждый биолог должен очень хорошо знать математику и никогда ее не применять. Тогда думали, что еще где-то в 20-е годы сказали, что где-то только в 22 веке прочтут геном человека. А прошли на рубеже 20-21. И пока не случилось, действительно, Бауэр был прав. А вот когда это случилось, то оказалось, что без очень хорошего знания математики... Нет, есть по-прежнему описательная идеология, она никуда не делась. И сила слова ума, сравнивая два разных вида, вы можете предсказывать и будущую эволюцию, что очень легко, чтобы мы проверяем. А гораздо хуже то, что с вас будут требовать указания, как это все случилось, как каковое дерево революционное. И вот абсолютно поразительный образ, полосальный, так сказать, бонус для всем, кто был биологом прошлых лет. Когда не знают языка биологического текста, они выходили на правильное эволюционное дерево, и правильно подскажем, сходясь на особо там тычинок, сколько там волосиков на задних лапках и так далее. И вот сравнивая вот эти, ну, совершенно неясно какого рода какой-то знак, какой-то запятой для жизнедеятельности, но это явный признак, который можно в этом количестве оценить, вот оценивая вот эти случайные, как правило, для признаки, чистых людей, строить правильные деревья. Но сейчас намного другая, и это не требуется, в общем-то, потому что есть суперкомпьютер, который помнит все геномы, людей, которые будут на сегодня, вот, сиклинированы. И сравнивая их, он может нам сказать, какие расы, от каких произошли, и какими-то национальностями, от каких условно национальностей возникли, и это, в окончании, в общем-то, цифра, и это стоило не считать, она все время подтверждается всякими антропологическими изысканиями. Так что, вот тут секрет, другая, М, и этому тематика нужна. И вот вторая часть заявления Бауэра, почему нужно знать математику, для того, чтобы дисциплинировать мышление, а сейчас еще для того, чтобы разбираться в этих формулах, которые используют информацию, и в частности, ее правду убьют. Итак, вот сейчас выйдет в аспирантуру. А еще куда? Ну вот, в 15-м году у нас, наверное, в 16-м у нас не было выпуска, просто потому что мы перешли на 6-летнее образование, поэтому последний год, когда был выпуск и условия на работу, это был 15-й год, и вот в аспирантуру ушло 92-20 выпускников. Такая столбовая, я бы сказал, дорога. Из них 37 остались на факультете, а остальные ушли либо на другие факультеты МГУ, либо в академию наук, либо уехали за рубеж. Кстати, таких оказалось, если минимум 29 процентов. Некоторые пошли на работу, а не в аспирантуру их всего 8 процентов. И вот мы очень гордимся тем, что ни в 15-м году, ни в предыдущем 14-м году ни один человек не ушел из специальности. И это несмотря на то, что вообще-то, вообще марка МГУ очень высоко ценится в самых разных областях деятельности, в частности в бизнесе. И то, что вы делаете информатики, кроме того, что еще делаете в жизни, очень привлекает работодателей, потому что они видят вас, квалифицированных органистов. И если им нужен умный, толковый, честный, можно сказать, то, конечно, за роду и за роду, но, тем не менее, это мирный обог. Но количество честных людей среди психологов МГУ существенно больше, чем количество честных людей, которые не обвиняются на скошке. Так вот сложилось. И это не моя похолеба, это действительно так. И за то, что никого не звонили банки, стать просто программистом и что-то там считать, ну вот неживое, так сказать, ни в 15-м, ни в предыдущем 14-м таких не было. И было трое в 13-м году, 8 человек почему-то в 12-м, и в 11-м году тоже ни одного не ушло из специальностей. Это лучшая характеристика, мне кажется, работы факультета. Надо сказать, что факультет новый, факультет странный. Он совершенно выламывается из общего контекста, он что-то уже поймет на других факультетах МГУ. И мы создаем это движение, так сказать, я надеюсь, что за наше будущее, но когда оно еще наступит. А вы сегодня не будете переворотованы, потому что у вас будут совсем другие отношения с руководством вашим учебным и научным, чем у других. Я потом объясню, что я имею в виду. Надо сказать, что, начиная вот со стороны, уже студенты некоторые переходят из МГУ в университеты других стран. Но вот во страну, вот я уже сказал, что у нас в прошлом году 29 процентов, 92 процента ушло во страну, из этих, да, из 92-х, есть 29 процентов тех, которые приехали за рубеж. У меня есть длинный список лучших университетов мира, в которых работают наши бывшие студенты. Они там работают постдоками, и тут Германия, Австрия, Испания, Голландия, Австралия, Соединенные Штаты, Англия, Гонконг. Тут устройство выпускников уже астарантует и дарантует. Кстати, вот тут я должен вот какое-то маленькое дополнение сделать. Если вы уже какое-то отношение имеете к нашему факультету, будучи школьниками, то ли это Калмогородский интернат, то ли вот сейчас будет еще рано говорить о выпуске организованных, гимназии МБУ, то ли это школы, в которых мы ведем некоторые семинары и практику, и как-то связано с нашим факультетом. Я считаю, что нормально, чтобы все началось с двух лет работы в школе. В общем, работа, опять, сейчас плохое слово. Вы должны знать ориентиры, прежде всего ориентиры. На что ориентировать старший класс? Ну, конечно, при системе региона должна ориентироваться на то, чтобы иметь хорошие баллы, то Илья Ильич, вы не поставите. Но, с другой стороны, для дела можно совсем не это, например, английский язык, что больше не тратят на него время и силы, когда стали студентами. Дальше, это математика. А сам математика, который будет у вас экзамен, будет у вас экзамен, будет у вас экзамен, вы тоже у нас михманчане, самый жесткий математический факультет. И, конечно, биология. Но биология у вас будет просядна всю жизнь, так сказать. Вы вам от нее не уйдете, если вы, у вас экзаменовый факультет. А математика и язык – это то, на что следует обратить особо внимание. Ну и, конечно, замечательно, если в каком-то кружке, в школе, или в нашем, есть кружки здесь, на нашем факультете. Они немногочисленные, к сожалению. И здесь недостаток факультета в этом. Но, тем не менее, последние два года, 50-е и 90-е годы, желательно было бы, если бы вы, как-то были связаны с будущим факультетом. Пускай, скорее, символически, чем фактически. Потому что мы просто сориентировались. Что важно, а что не важно. После этого 6 лет замечательного достижения. То, что удалось найти какую-то лазейку. В законодательстве, в общем-то, просто решением. У нас, конечно, МГУ не подчиняется прямо все сообщества. Он подчиняется правительству. И это облегчает очень многие решения очень многих новоторских проблем. 6 лет студент. Теперь, раньше, астраты были 3 года. Но надо разрешение. Если вы успели защититься за 3 года, в главном уроке, то, если нет, то 4 года, если вы не москвич, вы будете иметь прежитие. Это степенья. Ну, небольшой, конечно, все-таки степенья. И вот дальше совсем странная. Это постдок. Постдоков в России нет. Ну, в Ленинграде, Ленинградского университета, Петербургской машине. Есть что-то такое. Более того, область докторатура, которую не досталась от советской власти. Но это совсем другая история, когда пожилой профессор, не профессор, а пациент, из какого-то периферийного вуза приезжает в Москву посидеть в библиотеках, и вот, и консультироваться, и как-то сделать доходскую диссертацию. Это совсем не так. А наша система состоит в том, что сразу после аспектуры, то есть обязательный только для того, и для защиты. Единственное слово. Если за 4 года вы не за счет, то этот путь закрыт. А если он, если это так, то может быть еще 3 года доктората. Доктората. Чтобы не дразнив зверя, по ограниченным словам «пункток», то можно назвать докторантом. Вам будет, если зарплата, как младшим научным сотрудникам, вам будет принадлежаться общежитие. Опять же, если не активно, если вы уже обзывали себе во время пользования, и 3 года еще вы можете работать в нашей сфере. У доктората есть консультанты, которые будут сотрудничать с факультетом или, я первое раз скажу, институтом Белозерства. И вот дальше я буду говорить о немного именно об этом институте, поскольку наш факультет необычный. Это институт факультета. Это не факультет просто так, как институт факультета. И традиция состоит то, а там еще не нужно. Но директор института Белозерского является деканом какой-то один человек. Заместитель декана, директора института по науке будет заместить декан по науке. Ну, специфически, конечно, зам декана по учебной работе. Марина Хусеевна несящая выполняет работу. Но в целом это единая, общая ремонтерия. В общем, масса бюрократии на экономике. У нас нет кафедр. Вот, кстати, на факультете нет ни одной кафедры. А кафедры – это, на самом деле, краеводные камеры, из которых строят здания в Минсковском университете. Это имеется в виду пособки тоже. Но пособка будет маленькой, то это, скорее всего, как бы сам по себе уже. Так что у вас есть возможность 15 лет, когда вы суммируете, это все здесь, это будет 15 лет. Вот. И, поступив, подготовившись вот эти два года, потом поступив в этом месте, попав в этот круглый рент, который называется институт факультета, вы можете здесь существовать 15 лет. Надо сказать, что это очень длинный срок. Считается, что для математики это вообще первые 15 лет. Это выкладывается как раз по золотой лет, когда математик делает свои открытия. Геологи считается, что созревают больше всех. И среди них, особенно, много аксакалов, которые даже в таком возрасте еще 100 очков могут перерождать по продуктивности другим, которые еще не имеют такого большого научной работы. Но, так или иначе, 15 лет. Если вам за эти 15 лет не удалось стать хорошим биоинженером или информатиком, то, в общем, здесь сделать нечего. Да. Да. Ну, это не было, это не было, это не было, это не было, вот такая возможность, это тоже влечится абсолютно уникальный. Вообще-то, трудное устройство у нас очень разнообразное. Это и сотрудники факультета Долгого Ладоя и Университет Института Миногородерства и Суспешно-химической биологии МГУ им. Андрея Николаевича Городерского. И целый ряд блестящих, самых лучших институтов биологического профиля Академии наук, бывшей Академии наук. И, но и Кройстову, это, как всегда, возможность уехать на кордон и работать и работать так. Как возник факультеты? Это очень интересная особенность Московского университета. Она в целом отражает личность ректора. Он самый долгоживущий ректор из всех ректоров Университета. Ни один человек за всю историю Московского университета длинули так долго и окруженное дело проводил Московский университет. И одна из его черт состоит в том, что когда он видит какое-то, действительно, оптимальное решение, приходит к выводу того, что вот это заболевать вот такое оптимальное решение, как математик, он приходит очень быстро от решения к его выполнению. У вас, как я вам, тоже есть своя бюрократия, и это бич в современном обществе, и поэтому живем на облаке и так далее. Ну, это как был создан наш факультет. Я это записал, поскольку оказалось, что это исторические веки. 27 августа 2001 года Виктор Антонович позвонил мне и сказал, что он только что вернулся из Соединенных Штатов и где был на экскурсии в Ливерморфской лаборатории. Это был не первый его визит в эту лабораторию, это одна из лучших в мире головы физических лабораторий, и чрезвычайно сильно с уклонным в сторону оборонной промышленности как хотелось ожидать, поэтому быть приглашенным туда для русского ученого это тоже была некая удача. Но он там бывал еще когда он не был даже еще веком. Вот он говорит раньше там куда-нибудь заходят все физики, а сейчас каждый третий биоинженера. А в МГУ нет биоинженера. В МГУ есть 3 кафедры биохимии. на биофаге, на химфаге, на химфаге, и потом на биофаге. 3 кафедры биофизики, и нет ни одной кафедры биоматематики, и нет кафедры биоинженерии. И он как раз понимает, что за биоинженерией будущее это будущее наступившего 21 века, и что надо из-за этого создать не кафедры, как полумера. в фукути. Ну, фукути. Я к этому времени уже был 30 с лишним летом директором института Белозерского, и сказал, что ему что я уже достаточно вреда, для того спорта брать лиц для новую нагрузку, а вот что я занимаюсь наукой, это мое признание, поэтому я не могу согласиться с его предложением, чтобы я стал еще и деканом нового фукути. Он засмеялся, сказал, что посмотрим. А на 20 субботу я приду на работу особых мероприятий не предмениться. Приходите, мы спокойно поговорим. Эту ночь субботу я долго спал. Я понимал, с одной стороны, что я обязан отказаться. И надо было очень многое сделать по наушке. И я уже директорница назначающая рефакультет. Но с другой стороны, кто-то падает, я понял, что если я откажусь, это величайшее предательство института Белозерского, которое я обожаю. обожаю. Почему? Человек не дает институт академии науки в любой стране, а не стареет. Их кто-то создаёт, как правило, молодой учёный, института наш институт великим человеком Андреем Николаевичем Белозерским. А потом он стареет вместе со своими лидерами. Вот. И я вспоминал один из ученых московских биохимических институтов, когда приходишь, там даже сантехники все очень старые. Говорила уже на руководителя. Но и неоткуда взять молодого людей по сути и никак не связано с преподаванием. А вот если сделать не факультет, а институт факультет, соединить вот эти два две вещи, то получается речь нового. Потому что сколько бы вам личного не было, все равно по коридору будут бегать шарные студенты и студенты, которые выглядят со своей пробирки, но только на них и смотрят, чтобы только не расплескать, и могут на ваш парадный костюм вылить все равно на плоту современной студенты. Ну вот и когда я пошел к нему к ректору и я прошел согласен. Ну приятного к этому условия, что это будет институт в ходе. Все стало хорошо. Пускай записано где-нибудь, запомнено, что директор, он же индив, не нужен на граждан. Ну сказано, сделано. Это был 27-го числа звонок, некоторые 28-го боестные встречи. А 30-го проведения было, как всегда, заседание ученых 17-го накануне 1-го сентября всегда редко проводится всегда очень на самом деле. Чтобы говорить о перспективах на текущий год. И там в 30-го встрече после звонка редко вдруг выставил заявление, что мы создали у него есть предложение состав инженерии на основе института и сохранив этот институт как единое научное целое, но и так имеют этот компонент пенологической работы, который обусловливает приток народа УК. И тут возникла короткая дискуссия. А зачем МГУ, второй геофак, все такое биоинженерия, биоинформация, два раза отбили. Вот. И почему сейчас ну хорошо, для Верновской лаборатории обязательно только тем больше там исследовательские центры, там вовсе не факультет, а факультета таких нету, и мы были первыми в стране и одни из первых в мире. не сканировали интернет по этой части, но был создан факультет биоинженерии. Вот и выдавал биоформатики. Почему? Потому что ключевое отличие биофака это попытка этого стыка наук организовать между биологией и математикой. Есть такие стыки на момент района полоте цветы и обучение так вот там где стыд и наук именно там строили свой дом. Важнейшее открытие. И поэтому они это прекрасно знают МГУ. Именно поэтому три каждой веки, три каждой веки и на разных факультетах, естественно. И почему не сделать факультет био-математики? Ну специально био-математики это как-то было слишком. Тем менее, что 2021 год это был первый год человечества, которое наконец прошло свой биологический текст. не не осознали чудовищности вот этой информации. Я как-то просто посчитал этот элементарный расчет. Вот если вы хотите винов одного человека опубликовать по обычному способу в виде книжки, то это будет не одна книжка, это будет тысяча домов каждой по 300 страниц. у меня был друг жил труднейший наш психолог Михаил Иванович Гаспаров он помнил все, что прочел в своей жизни не забывал еще и все мог вспомнить то, что нужно делать то есть он не только хранил это и раньше мы помним все но как правило он почти ничего не может извлечь в памяти вот где проблема у него эта проблема была решена может быть для таких как Гаспаров или Женя Кудин наш грушит сотрудников сейчас на сотрудниках Соединенных Штатов и самый цитирую любимый фармотик мира вот он может по-видимому в значительной степени представить себе вот эти 300 по тысяче страниц каждой вот но это абсолютно исключительно дарование да и дарование такое знаете и сомнительное потому что когда конечно конкретный вопрос нужно выводить из памяти конкретный ответ который а если ничего а нужно на основе каких-то сопоставлений то тут нужен компьютер не просто а суперкомпьютер для часто не нашего ректора но заслуживает того и вот мы создали суперкомпьютер была огромная позиция считалось что правительство это очень дорого и никому не надо если суперкомпьютер в нашей стране где все убегают так сказать ученые остаются пункты и вот что это не нужная шалость либо ресурсные суперкомпьютеры сейчас это самое мощное компьютер из всех университетов мира мы можем конкурировать с их несколько есть в США Германии и нового университета таких суперкомпьютеров еще нет такой скорости работы надо им управить и вот в общем когда стало ясно что необходимо применение суперкомпьютеров это уже другая математика это не та математика которую мы учим в школе и которую мы учим потом в университете вот на обычных факультетах это слоя наука вот и и поэтому необходимо специально специально подготовка и с другой стороны то что мы прочли текст это очень великая вещь понимаете я просто привожу пример как открыто исследовано успешно исследовано та часть истории которая предшествовала грек линам это известно что были люди которые жили в одних этих же местах и на глининных табличках они оставили свои письма на это американские таблички американская культура были сдавались специальные журналы были специальные кафедры вот 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 у нас прочесть ничего не но настолько привлекательная задача что люди с десятилетия пытались на попытке прочесть вот и прочел их майкл лентис сразу после войны прочел потому что он принудил тот же принцип шифровки японского военного корня сам был сержант армии и он взломал знаменитый японский год после этого в Британии перестал терять военные коровы а японцы у тебя довольно быстро рисовал потому что все их сообщения идея была старшим простая это казалось не каждый значок это не буквы как он написал или не иероглиф а это слог и когда этот принцип произвел к лентинским подвижкам мы узнали историю лентинской культуры и вот это чудо произошло когда научились читать геологические тексты секвенсы геологические тексты после этого в общем-то развитие инженерии стало из какой-то странной науки без методов и без ближайших перспектив геологии в общем-то повседневные задачи зачем нам отбирать случайно какие-то нужные нам признаки у животных и растений которые мы отбираем на свои разные деятельности когда мы знаем что менять если мы знаем что менять то ясно что прогресс в селекции не заставит себя ждать и вот ясно стало что будущее биологии резко приблизилась и обычная задача понять как это устроено теперь заменяется постепенно другой задачей как изменить свою пользу и забирали идеи великих прошлого о том что раньше смерти не было осталось ее избрала эволюция это уже вы сходитесь естественно отбор а если уже нет естественно отбора то зачем нам старение давайте отменим старение или идеи Мечникова о том что мы унаследовали от животных массы признаков которые нам не только не нужны но и напрямую и идти вперед не так как ошибки что очень много еще не знали а просто рассчитаем что за программы достались нам животных и как их можно какнуть знаете если есть программа то можно программу строения другие программы программы производственные для организма не пределы надо сказать что мой доклад был неполным даже скоро кончен если бы я не сказал несколько слов откуда взял принцессу Белозерска он отпрыгнул свое пределение вселетие год назад в 65-м 66-м году был основан Андрею Николаевич Белозерским Вецпрезидентом Академии наук отвечавшим за биологию человек который открыл ДНК у растений заявил что раньше думали может какой уровень нашей науки был в 30-е годы хотя в 30-е годы считалось что ДНК есть у животных и у бактерий а у РНК есть у растений и вот он именно говорит заявление академика парня что ядро это мусорный ящик хлеб но ДНК это конечный продукт методолизм который нравится так вот он доказал что ДНК есть также у растений и заявил что все три царства животные растения и бактерии благодаря этим ДНК годов а в конце 50-х вместе со своим историем повторения Алексеем Сергеевичем Спириновым и студентом Борисовичем Ванюшиным он доказал существование информационного ну как можно представить в смысле масштабного человека и он предложил в 60-х основать институт в науках МГУ как он был вообще во-первых богат чтобы там было самое последнее оборудование и во-вторых не перегружать на энергетическую работу чтобы там кто-то научился если хотят пускай читают лекции или практику а если не хотят надо до этого научные сотрудники во-первых бедны как церковные не будут рублей а что это за миссия а это наука и губы должны учить а во-вторых ученые были еще видны а во-вторых перегружена теоретическая работа поскольку всегда считалось что пед работа главная а уж там есть лунная ночь и и дает а тут было основное институт во-первых богатый во-вторых свободные Это было поддержано владельцем ректором Иваном Георгиевичем Микровским. И, правда, первоначально эти слова институт не удалось провести, потому что как раз в эти месяцы в городе Горько теперь международный ушел из министерства образования в академию наук. И такое предательство не предательства не мог допустить, если больше никаких институтов на них когда аргументитет не было. Поэтому вначале это называлось межпунктетская лаборатория, а потом только в 91-м году мы смогли преобразовать, уже после снятия Николаевича Миколаевича Горьковского. Мы сумели преобразовать институт физ. химической биологии имени Миколаевича Горьковского, МГУ. При этом мы объединили этот институт с другой нашим культетской лабораторией гораздо скромной Казарем Васильевича Горьфандов. Это лаборатория математических методов диалоги. Когда я говорил, что нет ничего на стыке, я ошибался. На самом деле было, это было, и это всем я заложил гениальный математик Владимир Васильевич Горьковский Горьковский учитель Садововича и очень многих математиков Советского Союза. И поскольку вот основал лабораторию, мы отмечали так вот мы объединили физ. лабораторию биорганической кимии с лабораторию математических пирханговских и все это вместе называли пирхандовичем жив, эффективностью работы и назвали все это инсульт физ. именно Горьковский Горьковский Вначале было всего 30 сотрудников теперь их 225 это вот я хотел, чтобы сопоставить 225 сотрудников и 23 студента на факультете это означает, что количество сотрудников чуть больше, что количество студентов не позволило навести систему силу впервые в России так как когда где-то на первом марсе или втором курсе студент выбирается в иностранных и иностранных является его научным учителем 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 рассказывает ему как вообще ставить эксперимент а также просто старше товарища при этом это не имеет ничего общего с традиционной схемой когда сидит 40 студентов я буду преподавателем что он там вещает или практику или нормальной среде один может быть каких-то продвинутых с наиболее способных тьютер будет два или даже три студента может быть тьютер будет не с нашего института откуда со стороны но это скорее исключение а как правило это сотрудничество санкт-пелезерским прием один два студента которых он курил я сразу позволю вам допустим тех кто хочет начать прикоснуться к настоящей высокой на втором семестре я сейчас тьютер студент в культуре ПО и вот сейчас первый курс и мы с ним уже вместе работаем уже вместе он перевел ряд статей и сейчас занят очень поиск литературным поиском да а с другими делами но фактически он включен пускай с очень скромной задачей но уже включен настоящую научную работу это колоссальное преимущество пускай это будет один час в неделю но зато вы действительно семинар слушаете что же произошло за неделю вы что-то читаете выбираете какие-то данные если вы достаточно хорошо владеете компьютером вы уже залезаете базы данных народ и пытаясь чтобы сравнить какие-то объекты но так или иначе это настоящая настоящая научная работа и неудивительно что после этого на техникурсе когда вы уезжаете на практику на операцию у вас есть шанс тот который использовал один из наших специалистов который открыл новый вид грузы что ранее неизвестно вот и открытие грузов в одном из центральных международных журналов конечно всегда было очень много аспирантов всего за 50 лет от 1600 аспирантов прошло все я знаю было защищено 118 докторств 816 916 год это 17 70 учеников и 99 наград по статье грузов в 2015 году на последнем секунде я не нашел еще вот наши сотрудники приговали 361 работу фактически каждый день выходила одна работа всех институтов и милозернов причем публикации эти шли в некоторых из них в самых цитируемых в самых престижных журналах сайтах да еще сайт все что разбилось в трудах на самом деле всех штатов короче говоря это не какая-то макулатура это действительно серьезная серьезная работа один из сотрудников институтов имеет наивысшее институтирование студии МЕО работающих в России и регулярное первое или второе место поэтому и мы в цели всех сотрудников всех специальностей Московского университета огромный список премий и так далее которые наши люди получили за это за это время дальше членство в академиях вот это интересный интересный ну у нас шесть академиков шесть шесть академий двое из которых были изданы в академии только что в конце октября прошло было Твич, Анкора пять членов европейской академии такие цифры у нас есть несколько человек, которые чрезвычайно успешно работают за автор самый читаемый статиж за 15-й год и Евгений Курин который я уже упоминал самый цитивный при информатике или или Руслан Меджитов который стал сначала американским академиком между нашим аспирантом стал сначала американским академиком а в прошлом году иностранным учетом российской академии иностранным почетным прождеством московского университета ну и последнее о чем хочу сказать это особенности факультета некоторые я уже перечислил не буду их повторять скажу что факультет делит биофак с практиками очень хорошими практиками в Звениберде и на Белом Море после первого и второго курса соответственно а в общем то чего нет на биофаке нам удалось организовать практику по биоинформатике в Голландии и восстановление по биоинженерии причем вот этот по биофаке язык уже здесь поэтому и так работает у нас очень хорошая подготовка по английскому языку и наши преподаватели прошли и русские на старших курсах читаются по-английски и такой небольшой важной культурной речи по русскому языку мы тоже не забываем на социальной искусственной культуре русской речи. Курс бизнеса по биотехнологиям, основа права, видом в том, что многие из тех, кто качает НУС, абсолютно мясо в дневный угол права. Потом, когда с ним сталкиваются, то делают ошибки. Ну, собственно, я не хочу быть как гречная каша, которая особенно себя хвалит, но видно плохо. Этот эксперимент, который затеял наш ректор, 16 лет назад спасался удачно. Пока что удачно. Будь аккуратны. У вас есть шанс. Я готов уложить ваши вопросы. Кто что-то хочет спросить. Пожалуйста, только погромче. Сдаваемый экзамен обязательной математики является профильным или базовым? То есть профильным? Чем отличие от профильного? Профильного базового, обычный, по-моему, профильное, более углубленное. Более углубленные темы. Как стать, как теория? Не-не-не, понимаете, это тот самый экзамен, который принесет. Если вы должны поспопать в этот мат, тогда вы должны знать этот экзамен. Именно это. Раньше, действительно, было это в Магодельнике, когда отдельно была программа для них платят, для родителей, и учитываются костики для звуководиоза. И так же и виновали на геропарке. Когда я учился на геропарке, там, главное не было, что это было. Тише. Если все будут говорить одновременно, я ничего не услышу, ни за что не отвечу. Потише. Спасибо. Спасибо. Подготовительные курсы на факультете функционируют по математике в том числе и готовят для сдачи дополнительного ступенького испытания по математике на все факультеты ДНГУ, где есть ступенькое испытание по математике. Тогда проводятся наборные эти курсы? Функционируют они с октября по май, набор начинается с конца июля. Но присоединиться, в принципе, вы можете в любом месте. Имеет ли смысл присоединяться, например, если ведет их в девятом классе? Нет, это курсы для десятого и одиннадцатого класса. Двух лет. По контрактной системе обучения. Я понял из слов ДКМ, да? Разница между максимальным и минимальным баллами для контрактного обучения доказала, что, в принципе, все, кто подают заявки на контрактное обучение, принимаются. Нет, не совсем так. Дело в том, что они тоже должны сдать и спросить на экзамен по математике. Если они его не сдали, то они не могут под него пройти. Нет, в том плане, что... Если у них человек, кроме того, у них нет ограничений? Но вы должны пройти по конкурсу. Если места есть, они в академе, вы проходите по конкурсу. А какой конкурс на платной системе? Как правило, его не было в конкурсе. Пока мы с этим не сталкивались. Понимаете, если вдруг завтра придет тысяча человек, скажут, что вам платят денежки, а вы нас учите, мы их развернем. Понимаете? Обучение... И данный конкурс среди них тоже. Пока среди них конкурс только один. Аплата всех готов у вас идет сразу или по году? Каждый год оплачивается отдельно? По семистрову оплачивается. По семистрову. И мы в обществе заполняем самыми лучшими контрактами. Уготавливаются на конкурсах. Уготавливаются на конкурсах. Причем в этом участвует не только для конкурса, но и ступенческий спецсовет. Но с самого начала я решил сделать что-то прозрачное. Что-то слабо лагеря не случилось у меня. Нельзя было прорываться. От всех... От всех... Важно очень... На сегодняшний момент... Все... Абсолютно все, кто будет до конкурсного обучения, положительные оценки по результатам сессии, они все перейдены на бюджетную форму обучение. То есть у них нет трое. По результатам двух семейстров, ничего не будет. У нас есть пока эта волна. Мы не можем это гарантировать. Но стараемся это делать. И это, как правило, получается. Поэтому надо поддержаться от первых породов. Это очень важно. А общежития? Кто получает? На санктив условиях получают общежития? Общежития получают на каких условиях? Все. И плавные, и бесплатные, да? Да, и плавные, и бесплатные. Все, кто живет дальше, вот последнюю, чем шестая зона электричная. Все, без исключения, без дискриминации. Спасибо. Все они живут в прекрасном общежитии. Я, на самом деле, рискую все туда сделать. Того, который мы в прошлом году открыли. Это обсудило минут десять пять лет. Вот, на новую территорию, как был за Воронский проспект. И там три тысячи мест для студентов. Я, честно говоря, не как-то и рассчитывал на это, но кто-то там не позаботился. И все студенты, да? Ну, живут именно там, в этом новом общежитии. Это замечательные условия. Которые не снились буквально старых крысиным общежитиям. По военной кафедре, наверное, у большинства родителей тоже есть вопрос. По военной кафедре родителей молодого человека? Ну, там есть конкурс свой на военной кафедре. Что-то такая система. А они на шесть лет получают отсрочку, и затем им надо какую-то дойти еще необходимую стажировку или какую-то? На ваших предметах. Теперь с некоторого и в каком времени они зачисляют, они подают документы на военную кафедру. У них право обучаться солдаты, сержавцы, лейтенанты. Отключать договор с военной кафедрой проходит конкурс. Как правило, все выступления при вылании проходят конкурс. Ну, это бессловно. Естественно, это бессловно, но у нас немного остыки. То есть, на лейтенант в высоком уровне. Да, это совершенно хорошо. По этой системе они могут иметь их в год, но и здесь нет. Можно, пожалуйста, задать вопрос? Да. А с международным школьным образованием в основном Российской Федерации зачислить на ваш факультет, возможно, или нет? Нет ли эти предметы биологии, химия, физика и математики изучалась на английском языке? Русского языка только 1 класс. То есть, русского языка... Вы не предполагаетесь говорить на русском языке? Ну, в онлайне можно... У нас просто диплом, международный диплом мы хотим вернуться в Россию и посетить вашу факультет. Это такая ваша факультет. Да. Вы имеете право выступать и сдавать внутренние ингредиенты. А вы будете на испытаниях вместо ЕНК. Либо сдавать в ЕГЭ, прикрепившись к любому пункту сдачи ЕГЭ в Москве. Нам просто 18 лет, и мы военно обязаны. То есть, мы уже можем, если мы не зачислимся, мы не даем гарантии. Вы спрощили проекты, вы имеете право либо сдавать в ЕГЭ. А с нашим основным дипломом мы не можем успешить в вашем университете на главной основе. Да, да? Может быть, ровно так, как это будет. И вот, в основном, в экзамене это нужно у кого-то не знать, да? Испытания для внутреннего экзамена по математике, какие их можно увидеть? Варианты вступить на испытаниях есть на сайте. на нашем пункте. Можно написать в слове? Да, пожалуйста. Можно написать в промыкновении? Примеру промыкновения. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот, я напомню тебе два балла за золотой знак «КТО». Я просто ведет к институту мастерспорта по художественной мастерской и по ее получит пастер. Но не нужно что-то дополнительное? Снаг «КТО». То есть нужно пастерспорта не приравнивать? Снаг «КТО». Приравнивается? Правильного приема? Мало как знак «КТО». Вы должны нам представить знак «КТО». Местерспорта не приравнивается? Да, пожалуйста. Местерспорта не приравнивается. Местерспорта не приравнивается. Местерспорта не приравнивается, но в разных странах каждый год летом проходит Международный Олимпиад. И что-то, вы не знаете, почему-то после этого там в Индии, да, то бывает, что и в Европе, в Европе, то есть там, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе. Если у вас там написано, нет, там, нет, там, нет, там, нет. И вы можете там участвовать. Есть ли какие-то совместные программы или стажировки? Еще раз уж. Есть ли какие-то совместные программы или стажировки? В Европе. Есть ли какие-то совместные программы или стажировки? В Европе. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...